Весенний марафон детских футбольных турниров завершился в спортивном зале СК «Химик». Трехдневный марафон определил финалистов. Напряженное противостояние разыгралось уже в первом матче возрастной категории ребят 2012-2013 годов рождения, где за третье место сражались команды «Конобеева» и «Химик-2». В середине первого тайма второй номер «Конобеева» обходит зазевавшегося противника. После досадного мяча, пропущенного в свои ворота, химики собрались. Но красивый дриблинг не помог против разящих атак ребят из «Конобеева». Да и в дриблинге они совсем не уступали. Десятый номер «Конобеева» подрёв трибун, провёл мяч через всё поле. Мимо, но только в этот раз. Итог матча для «Химика-2» оказался неутешительным. 8-1 не в их пользу. Голов я забил 7, переглевые отдавал. Ну, игра была слишком лёгкая для нас, потому что мы играли не с теми. Ждали ли сюрпризы в финале команды «Химик» и «Пересвет»? Какую тактику выбрали ребята из «Фосфоритного»? У меня была тактика обороняться, не лететь в атаку, играть через пас, через средние короткие передачи и забивать. Вот с успехом проделали. Почти чистая игра, но с досадными промахами. Например, жёлто-синие дважды могли забить, но упустили такую возможность. До финального свистка команды добрались со счётом 3-3. А значит, серия пенальти должна была определить обладателя кубка. 3-2 в серии пенальти в пользу «Химика». А значит, они забирают самый большой трофей. Мы очень рады, что победили такую команду. Она была тоже сложная, но мы постарались и всё-таки выиграли. Часть всего у нас забивал Даня Баранов. Он наша самая главная опора. Я думаю, он тоже хорошо провёл. Ну, бывают иногда всякие косички, но я их пытаюсь исправлять. Второе место у команды «Фосфоритный». А третье забрала команда «Канабеева», крупно обыграв «Химик-2». Финал прошёл вообще очень хорошо. В таком позитиве, с атаками. Сильно хорошие обе команды, поэтому был финал достойный. Результаты матчей других возрастных категорий на ваших экранах. Фанаты команд с нетерпением ждут новых игр. Анастасия Сибирякова, Денис Нитков, Евгений Стародубов. Новости Искровект.